Выставка «Наука образования и карьера» уже в 19-й раз дает возможность Архангелогородцам и жителям области познакомиться с образовательными учреждениями региона, сравнить предложения и выбрать колледж, техникум или университет для получения дальнейшего образования. Ведь принятое решение определить не только будущую профессию, но и дальнейшую судьбу. Заинтересовал несколько институтов и взял нужную информацию, чтобы ознакомиться с ними. Посмотреть в принципе все вузы, которые присутствуют, которые здесь сюда приехали из Архангельска или из Питера и выбрать собственно его. Да, может и увидеть даты проведения открытых дверей и сходить тоже. Дни открытых дверей, профконсультирование, довузовская подготовка – это возможность познакомить потенциальных абитуриентов со всем спектром образовательных услуг и результатами научных исследований. Но в Северном Арктическом университете предложена еще одна форма знакомства с вузом – студент на один день. Это способ примерить на себя роль студента, выбравшего то или иное направление обучения. САФО, юриспруденция, госуправление. Работотехника, потом программирование. И тут дали бумажку еще чего. Я интересуюсь иностранными языками, поэтому упор делаю именно на эти профессии, которые связаны так или иначе с иностранными языками и с их преподаванием. Судостроение, машиностроение, лесопромышленный комплекс, биоэнергетика, строительство, медицина – все эти и многие другие направления профессиональной подготовки прописаны в недавно принятой инвестиционной стратегии развития Архангельской области до 2025 года. Именно специалисты этих отраслей будут определять арктический вектор развития не только Северо-Запада, но и страны в целом. Все это важно и те учебные заведения, которые сегодня сосредоточены именно на территории Архангельской области, ну они у нас во всяком случае в таком повышенном внимании. Безусловно, это и Северо-Арктический федеральный университет, стадия становления которого, я считаю, уже закончилась, и мы ждем от университета определенного прорыва по всем направлениям. На выставке Северо-Арктический федеральный университет действительно представил обширную ознакомительную программу для школьников и их родителей. Представители приемной комиссии рассказали об особенностях приема 2016 года. На выставке также прошли презентации отдельных институтов и программ дополнительного образования. Творческие все мероприятия, которые происходят, дальше какие институты, они все по порядку, вот здесь институт нефти и газа, да, математики, информационных технологий, о стипендиях, которые возможны здесь. Для абитуриентов был подготовлен специальный выпуск студенческой газеты «Арктический вектор», где в доступной форме представлена информация об институтах, колледжах, образовательных программах САФУ, размере стипендий, спортивной и общественной жизни, международной академической мобильности. На последней полосе пошаговая инструкция по поступлению в ВУЗ для тех, кто уже сделал свой выбор в пользу САФУ. Алексей Макеев, Петр Менщиков, Дмитрий Коротов, Медиа-центр САФУ, Арктический мост.